МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами снова совместный проект телеканала «Автоплюс» и журнала «За рулем». Программа «Совет обывалых». И мы ее ведущие, Вячеслав Суботин. И Павел Федоров. Ваша любимая передача? Конечно, а как же еще? Сегодня в программе. Поющие подшипники, как заставить их замолчать. Автомобиль на воздушной подушке или как пользоваться надувным домкратом. И круиз-контроль своими силами. Как всегда, на нашем верстаке полно всякой всячины. Но я не мог предположить, что Вячеслав в столь преклонном возрасте увлекается скейтбордом. А иначе зачем ему вот такой подшипник? На самом деле мне 170 лет. И эти подшипники, я помню еще в юности, когда я их прикреплял к кровати. И таким образом делал автомобиль, похожий на юмами. На самом деле, этот подшипник – это на марке. И большая проблема возникает у автомобилистов, когда они выходят из строя. Можно ли восстановить такой подшипник? Как думаешь, Павел? Я думаю, что все-таки надежнее заказать новый нормальный у дилера. Правильно, Павел, рассуживаешь, только две недели будешь ходить пешком. А наши бывалые знают, как его восстановить. И будет он ходить еще очень и очень долго. Вот этот подшипник засвистел на одном из наших подобных корейских автомобилей. Чтобы заказать новый, требуется примерно месяц. Он будет идти. Ну что, и автомобиль будет стоять целый месяц. Наши бывалые говорят об обратном. Можно вот этот подшипник засвистевший восстановить. Да, он, конечно, не будет работать как новый, но он не развалится сразу. А послужит, я не знаю, 10, 20, 30 тысяч километров. Во всяком случае, можно проездить чуть ли не год. А как восстановить его? Восстановить очень просто. Нужно его промыть и заложить сюда новую смазку. Видите, вот здесь уплотнительные кольца. Вынуть его достаточно просто. Вот одно кольцо мы сняли. Точно так же снимаем и второе кольцо. Прямо бензин. Поливаем. Моем тщательно. Так, чтобы ничего не осталось. Ни одного следа от старой смазки нет. Вытираем. Берем смазочку. Ну, как правило, это обычная наша смазка Литон-24. Привычная, надежная, проверенная, хорошая смазка. Ну и закладываем ее с ним. Теперь аккуратно вставляем кольца. И запрессовываем с одной стороны. И кольцо с другой стороны. Остатки убираем. Все. Я не скажу, что это новый подшипник. Но вот этот подшипник теперь работать будет как минимум тысяч тридцать-сорок. Ну, а это год, а то и полтора эксплуатации автомобиля. А за это время придет десяток новых. Лето, пора путешествий, а заодно и приключения. Если вы отправляетесь в одиночку куда-то в дальнюю дорогу, будьте готовы к всяким неприятностям. Вячеслав, расскажите подробнее, как вы вляпались. Сейчас расскажу, и поехал я не один. Я поехал с Пашей, который засадил автомобиль вот по самую-по самую крышу. И мне пришлось его вызволять. С помощью советов бывало. Важно отметить, что в этом совете вы меня не увидите, поскольку на спорх Вячеслав решил справиться самостоятельно. То есть в одиночку. Дорогие телезрители, хотели вам показать, как нужно по-настоящему вытаскивать автомобиль. Мы выехали на план и тут же вот застряли, не доехали до места. Реально застряли, сели прям крепко на пузо, по-моему, даже порог помяли. Что в этой ситуации надо сделать? Сначала, предполагаю, нам придется поднять автомобиль. У нас есть надувной домкрат, и мы попробуем его подложить под низ автомобиля, прям под рычаг. Вот здесь есть коврики, чтобы его не привредить и не проколоть. Не каждый компрессор выдержит такую нагрузку. Долго качать, большой объем. Вот теперь мы подложили под колесо камни, и машина не съедет в сторону. Теперь им надо немножко подкопать, чтобы машина легко съехала. Без земляных работ, увы, не обошлось. Ну вот. Я думаю, что мы попробуем выехать задним ходом, а он просто выскочит, этот баллон, из-под автомобиля. Ну вот, парни, и все. Мы вызвали собственными силами. Хотя нам пытались помочь, проезжающие автомобили так переживали за нас. Вот посмотрите, очередной отъезжает. Сказал, что нам без них никак не выбраться. Спасибо, все-таки автомобильное братство существует. Ну и еще лучше, когда вы снабжены советами нашей передачи. Бывалые – вот кто ваш главный помощник. Павел, я слышал, ты ждешь посылочку из Краснодара. Какая-то уникальная штука, сумасшедшее изобретение. Нам прислали вот такую небольшую коробочку с надписью «Driving». Это не что иное, как круиз-контроль, который самостоятельно каждый из вас, дорогие друзья, может установить на свой автомобиль. Разработчики придумали эту штуку специально для самых массовых автомобилей, для бюджетных седанов, на которых стоит электронная педаль газа. Павел, а дорогая ли эта штучка и сложно ли ее поставить? Вместе с посылкой пришла вот такая подробная инструкция по эксплуатации, по установке с большими цветными картинками. Ну и стоимость невелика – всего 5000 рублей за то, чтобы ездить на круизе, а тем более иметь внятный отклик на педаль газа, я думаю, это стоит того. Итак, в комплект блока круиз-контроля «DreadChange» входит огромное количество всяких проводов. Они понадобятся при установке на автомобиль. Самое главное, что у нас здесь также имеется подробная инструкция по эксплуатации и по установке. Соответственно, этот прибор, этот девайс можно установить своими руками, что мы сейчас и попробуем сделать. Для начала снимаем кожу, которая находится слева от руля. Это дело просто руками. Здесь у нас блок предохранителей. Аккуратненько снимаем слева часть панели, которая выходит на дверь. Снимаем вот эту основную часть. Она у нас повисает на тросике газа, мы ее так здесь и оставляем. И теперь понадобится переноска, потому что работаем в районе педального узла. Необходимо снять разъемы педали тормоза и педали газа. Очень важно, что мы не вмешиваемся в проводку. Это, по сути дела, дублер. Вот эта часть идет у нас в педали газа. Это к мотору, к двигателю. А вот сюда, на этот хвостик, мы, собственно, и крепим наше устройство, наш блок управления. В принципе, все очень просто. Есть папа, есть мама. Теперь закрепим, собственно, сам блок круиз-контроля. Следующий на очереди разъем педали тормоза. Как видите на схеме, зеленый провод идет на разъем педали сцепления. Но поскольку у нас коробка автомат, то этот провод нам не понадобится. Теперь наш разъем подключаем к соответствующему разъему на блоке. Вот сюда. Коричневый провод у нас идет на педаль тормоза. Вот столько нам должно хватить. Вот эти три провода, они, собственно, идут у нас на диагностический разъем, то есть гораздо ближе. Все готово для того, чтобы приступить к пайке. Остался финальный штрих. Подключаем вот такую клавиатуру с кнопками. С помощью нее мы будем управлять нашим круиз-контролем. И вот такую вот сигнальную лампочку, которая как индикатор будет сигнализировать для того, что включаются те или иные функции. Ну что ж, устройство полностью инсталировано на Кио Рио. Осталось только проверить его в действии, чем мы сейчас и займемся. Первое, что ты чувствуешь после установки девайса, это возросшую динамику. Дело в том, что это устройство позволяет оптимизировать работу электронной педали газа. На выбор есть четыре режима. Коротко нажимаете клавишу С, и активизируется режим работы педаль бустера. Вот такой коричневый цвет – это спорт режим. Достаточно слегка коснуться педали газа, и машина срывается с места. Если выбрать режим нежно-голубого цвета, то наоборот, автомобиль становится медленным и плавным, но при этом возрастает экономичность. Чаще всего пользователи выбирают вот такой нежно-бирюзовый цвет. Это, скажем так, более активный, но стандартный режим динамика. Автомобиль не потребляет гораздо больше топлива, но при этом становится в меру динамичным. Давайте попробуем режим спорт. По ощущениям, как будто этому не суперсильному моторчику добавили еще сил 20-25. Особенно вы почувствуете разницу, если выберете тут же следующий режим эконом. После этого педаль становится ватной. Зато, по отзывам владельцев этого устройства, довольно существенная экономия. Теперь опробуем круиз-контроль. Короткое нажатие на клавишу С, и теперь можно убрать ногу с педали газа. Индикатор горит красным цветом. Все, вы путешествуете и отдыхаете, наслаждаетесь окрестностью. Хотите прибавить слегка, нажимаете клавишу плюс. Если хотите немножко сбросить, соответственно, клавишу минус. Как только вы нажимаете на любую педаль, на газ или на тормоз, круиз автоматически отключается. Все как в больших, хорошо укомплектованных дорогих автомобилях. Осталось выяснить, а что будет с заводской гарантией на автомобиль. Как относятся к таким доработкам дилеры? Можно ли пройти техосмотр с таким устройством? Об этом узнаем у специалиста. Установка подобных устройств может спровоцировать проблему в гарантийном обслуживании. Также установка подобных устройств может повлиять и на регистрационные действия, так как все, что связано с безопасностью, необходимо согласовывать и вносить изменения в регистрационные документы. В том случае, если вдруг произойдет дорожно-транспортное происшествие из-за некорректной работы подобного устройства, возникает вопрос, кому предъявлять претензии. В первую очередь, если фирма, которая устанавливает подобное устройство, гарантирует, что этот прибор безопасен, предоставляет сертификат, но вдруг произошло ДТП, то ответственность, наверное, будет в этой ситуации нести именно эта компания. Однако для этого необходимо провести экспертное заключение. Если экспертного заключения не будет, то предъявлять требования, конечно же, возможно, но добиться компенсации будет очень сложно. Друзья, на сегодня у нас все. Я, как всегда, считаю, что лучший совет был про круиз, именно мой совет, потому что он действительно работает, и я думаю, для тех, кто приобрел вот эти автомобили и не нашел в списке комплектаций круиз и, самое главное, адекватный отклик на педаль газа, вполне себе могут позволить быстро и собственноручно это исправить. Павел, я тебе, надеюсь, понравилась и моя помощь на дороге, когда мы вызволяли твой застрявший автомобиль. Конечно, полезно иметь в друзьях такого надежного товарища, как Вячеслав Субботин. С домкратом! Ну и на этом у нас все. Мы вынуждены с вами проститься ненадолго. Ждем встречи в следующих программах и, конечно же, ждем ваших писем и новых советов. Спасибо! До встречи, друзья! Это была программа «Советы бывалых» и мы ее ведущие Вячеслав Субботин. И Павел Федоров! До встречи! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!